Уже около пяти лет занимаюсь всем этим делом, но у меня есть, так сказать, документ. Прелюдия. В один летний день вы приземляетесь на остров Си, где доктор Джонс, и есть у него лаборатория. Время пошло. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здравствуйте, как все-таки? И теперь мы пойдем в это. Я мисс Каралов, не правда ли круто? Тут Чел говорит, что дядя все рассказал о тебе, а теперь как родной. Родной дядя на улице получился еще какой-то. Местный вождь говорит, что я тебя ждал. Я друг твоего дяди. У меня плохие новости, короче, вчера. Только ты не расстраивайся, да? Дядю похитили. Нужно все сохранить в тайне, чтобы никто не паниковал. Ты наша лучшая надежда, и я уверен, что ты как бы все сделаешь классно. Вот тебе йо-йо. Не смотри, это мощное оружие. Ты ведь лучший подающий. Все окей. Все тихо. Дальше вот монстров в округе. Нет, не попади в ловушки, главное. Найди туннель и отправляйся в лабораторию, и найдешь своего дядя. Так, что там? Одна секунда опережаешь. Отлично. Давайте сделаем паузу короткую. Раз, все. Вот. Так, я шаман и сестра вождя. Дядю то повязались за найденный секрет. Туман, великий надежь, спасень. Впереди жду тебя монстры, берегись. И так твой квест на смелости начался. И мы отправляемся в данж. Вот. Все, интерактив кончился. Дальше можете наблюдать за геймплеем, как я и говорил. Мы играем за лучшего подающего. Йо-йо. Берем Йо-йо и разматываем парней. Пиксель врезается в пиксель, и пиксель пропадает. Отличная игра. Тупо на скилле. Не уверен, что комнаты прям супер рандомные, но... Мы проигрываем, кнопочки должны еще раз нажимать. Чтобы пройти. Играя зельда лайк. Реально вот. Просто зельда лайк. Только без каких-то особых приколов. Зельда на минималках. Ну вот там-то оно. Но здесь еще полу-опен-ворлд. Да, подписывайтесь на Теслу. Замечательный спидранер. Человек. Музыка тоже такая динамичная. Как вы можете понять, что эта игра немножко на пазли. То есть не на все кнопки, во-первых, можно нажимать. А во-вторых, как бы, есть небольшой рисунок, который нужно выполнить, чтобы успешно пройти уровень. Местами там, как бы, это еще и пазл. Зельда. Пазл. Все, что мы любим. По сути. Не уверен, что можно прыгнуть в воду, но, думаю, нельзя. Первый спидранер. Это один из единственных спидранер, который можно сделать. Но мы просто возьмем файрбол из босса. И, эээ. И, ээ. И, ээ. 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 У нас достаточно айфрэмов из файл. И, ээ. Уже его пострадали. И, ээ. 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 Эээ. 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 в субмарину, и отправляемся дальше. Покидаем остров Си, или остров Месяц. После нескольких часов путешествия, встречаем мы дельфина. Вот и дельфин. Естественно, мы умеем говорить по дельфине. Сейчас нам корабль переведет. Говорит дельфин, Найди сына мне. Сына мне найди и потерялся сына мой. Вот, и мы, соответственно, такие, ну, как герои должны помочь. Почему нет? Корабль перевел. С дельфином поговорил. Вот. Добро пожаловать! Так редко отвечают, ты дельфин ищешь. Не слышала ничего об этом говорит женщина и просит посетить наш пляж. Она говорит, что там какая-то бутылка приплыла. Видите, даже бутылка на карте отображается. И в нем, в бутылке, какое-то сообщение. Помогите, пойманный планетянами. Вот еще один четырехзначный код. Какой-то капитан просит помощи. Вот, видите, увлекательный квест. В 1990 года. Берем подлодку. Вводим код. И отправляемся дальше. В плавание. Сохраняем ваши данные. Пожалуйста, не выключайте свою консоль. Долфин. Так что... И мы пойдем к дунжену номер 2. А, я вспомнил, что здесь клевый саундтрек. Не он нравится. Многие игры на гриде. Многие НЕС игры на гриде. Но, в большинстве время, персонажа не движет на гриде. Майк делает. И вы увидите это в этом дунжене особенно. Майк может только двигаться в мапе. Он не может двигаться между ними. И еще не может перепрыгивать. Перепрыгивать нельзя. Получается максимум через одну. Максимум через одну перепрыгивать может. Не больше. Пазл, пазл. Прыгиваем сюда. По кругу. Это фрейм перфект сетап. Слышали? Это идеально все сделано. Гений. Гений. Есть несколько комнат в этом игре, где вы имеете эти блоки саундтрек. Таймер, для того, как они делают их саундтрекционер, всегда будет закреплен, после того, как вы входите в комнату. Так что, Букдоктор будет знать, как саундтрекционер. Как много, как много фрейм, как много, как много, как много фрейм, как много он требует бейсбольных саундтрекционеров. Все круто. Бейсбольный бит еще по дням. Мы используем бейсбольный бит и убили бит. Очень круто! Это не случилось. Это редко происходит, да? Спидранер жесткий. У него есть еще один бифер. Он сделает дубльный бит. Он сделает дубльный бит, чтобы не убить бит. Бит, который не вышел. У него есть много дамага в этом уровне. Есть еще пример. Мы не делаем много дамага в этом игре, потому что здоровье приходит на премиум, и мы объясним, почему. Я не знаю, что он делает. Снеговика взяли. Ааа, она позволит нам быстрее уничтожить босса. Ну, окей, секретка, секретка. Помогите кричит сын дельфиньхи. А у нас тут октопус очередной. Восьминог. Как только у нас появится шанс воткнуть снеговика в парня. Закинем. Ага, вот. Осьминог, получается, заморозился от этого снеговика. Ага, вот. Осьминог, вот эта стратегия. Правдоподобные звуки смерти осьминога и победа. Победа. Освобождаем дельфина. Победа. Вау, ты сделал это. Прикиньте, вот играешь в игру, и он не говорит тебе, ты умер. Хочешь попробовать еще раз. И так, она говорит, ты молодец. Чел ты крутой. Ты сделал это. Меу. Вот. Дельфинь нас провожает. Помогает нам пройти. Через зрифы. Так, если это все в один цикл, то ты должен быть очень уверен в твоих висках. И Буг доктор это. Так, это хорошая шанс для донатей, если у вас есть. Да. Я думаю, я могу тебе подключить. Так, давайте начнем с Звен Крэйг, которая пришла с 7 долларов и 47 центов. Так, внезапно, короче. Мы понимаем, что потемнело. И шторм. Мы можем увидеть, что наша подлодка лежит в лифах. И мы просыпаемся на пляж. Спасибо. Полные... Торта... Песка. Полные... Торта... Песка. Вот. Отправляемся на остров. Что еще делать? Пойдем поговорим с местными. Что делать? Мы будем говорить. Итак, мы будем идти в третий. В третий 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 третий. Наши цель — это просто решить третий. Это очень странный третий, потому что в этом есть 5 донжет. Это не песок? Как Вейд? Как не песок? Этот шаптор — это, где большинство людей встают и потеряют время. Классно. Да, это было близко. Итак... Каждый дом в этом донжете полностью рандомная комната. Каждая комната рандомная, случайная. Абсолютно. И не только. Да, только время, когда их увидят в игре — это 2 двое комнаты. Они просто спяты в предыдущем. И вы должны успевать, чтобы они спят в правильную сторону, где ты и ты. Но не с тобой. Да. Потому что они работают сильную агрессию. У нас есть плохая роль в этом. Итак... Если Снек упустить, то он есть примерно 50% шансы делать это. Это зависит от фрейма спон, который он находит. Потому что есть 4 разных фрейма спон. Скелеты... туканы... Нет, скелеты эти, как их называют? Пеликаны, о. Скелет пеликаны, короче. Смотрите, как снайпит летучих мышей просто. Жестко, видела? Видели? Видели? Он заснайпил летучую мышь. Супер жестко. Вау! Ты справился! Вау! Да. А теперь мы сохраним ваши данные. Пожалуйста. Не выключайте консоль. И желаем вам удачи. Так, привет. Сейчас с нами познакомится моряк. Поздоровается моряк. Что-то тут разговариваем с какими-то людьми. Ага, вот, я бывалый моряк. Красавчик вообще. Но ты разбился, да? Знаешь, я, типа, боюсь воды. У меня морская болезнь. Вот, а у нас тут проблема возникла. Что... Зболела девочка. Банания. Банания ее зовут. Зболела. И не просыпается. Вот, и вождь дает нам сделку. Говорит, я волнуюсь за свою дочь. Давай-ка ты это. Найдешь заклятие, которое кастанет очищение, а я тебе починю лодку. Так, она будет ходить на дорогу, и ты должен ждать, чтобы она уйти. Такое, что NPC работают в этом игре, то есть, что они имеют 50% шансов в сторону, в которую они уже имеют. Так, а еще он, что он еще тут сказал. Так, значит, он слышал о наших приключениях. Ну и уверен, что у тебя все получится. Это не означает, что она не сделает. Но... Она была очень близко к делению, и поэтому Баг-доктор говорил с ней, и она уйдет из дороги. Так, мы в хорошем состоянии. Так, Майк не был виноват. Сейчас найдем, кто нам подскажет. Что будем делать дальше. И, думаю, это хорошо время для Баг-жоков. Я приготовил несколько Баг-жоков, потому что Баг-доктор работает здесь. Так... Эй, Фонни. Мы проверили, что девочка действительно спит, и почему-то не просыпается. Потому что у них укропы всегда укропы. Ну, соломиная крыша. Так и есть. Ну, у меня есть больше этого, не волнуйся. Не знаю, что сказать. Хорошо, мы идем в 3-2. И... Удачи! Игра, желаю тебе удачи! Она верит, что у нее все получится. Путешествие ты совершишь. А... 3-2 Продолжаем разваливать, соответственно, противников... Йоу-йоу. Если это необходимо. Наша задача, как можно лучше войти в комнату, и... Соответственно, как можно лучше сражаться с противником. Тут нужно наизусть, наизусть, узнать, куда идти. Ну, и благо профессионалы. Включаем свет и знаем, куда идти дальше. Угу. Значит, прикол в том, что... мы можем достать только до той змеи, которая показывает нам правильный путь. То есть, там 4 змеи, и вот одна из них только показывает нам правильный путь. И только она может нам нанести урон. Вот таким образом мы должны узнать, куда идти. но он сделал только в час. Игрушка хардкорная, хардкорная. Все комнаты рандомные. Подводные монстры тоже появились такие вот страшные. Страшно и опасно. Но они все почему-то умирают от Ю-Йо. Ну, вот Ю-Йо, получается, опасная игрушка. Ежи. Опасные, получается. Подсказка с дивана. Но я не думаю, что это правильная подсказка. Кажется, все-таки они какие-то другие, из чего-то другого сделаны. У нас тут небольшой... Босс. Что-то вроде мини-босса. Сейчас мы, соответственно, отключим его от земли. И он... потухнет. Это Магмаза Ферс, только в фире-боссе, в фире-боссе, в фире-боссе, в фире-боссе, в фире-боссе. в фире-боссе. Это хороший момент, чтобы поговорить о том, как это работает. Многие времена, в наших тропиках, например, в 2-м, мы должны поговорить с этой женщиной, пока она появилась. В некоторых местах мы можем заранее знать ответы на секреты, но игра не знает, что мы знаем. Поэтому нам нужно дать игре знать, что мы знаем. Соответственно, разговаривать с теми людьми заранее. Поэтому мы со многими людьми разговариваем заранее. Просто разговариваем, и все. И поэтому выглядит так, как будто легкое продолжение. А так, на самом деле, тут почти с каждым человеком надо побазариться, с каким-то и не нужно поговорить. Это одна из самых сложных, или, точнее, неприятных подземелий в этой игре. Говорят, сильно рандомно. Давайте посмотрим. Если вы казуально проходите эту игру, то есть возможность, что дропните вы именно на этом подземелье. Всего 20 минут в игре. Ну да, видите, усиления оружия у нас нет никаких, а мы ничего не пропускаем. Сюжетно никакие линии не пропускаем. Поднимаем все, что, в принципе, есть. Мы сейчас будем двигаться определенным образом. Таким образом, что происходит здесь, то есть, что есть много призраков, мы их просто не видим, но они есть. Призраков нет, но они есть. И поэтому мы двигались определенным образом. И понимая, где они находятся, и строить бюферную страту, он будет прыгать здесь. Да. Так, как мы говорили, о тренировочных блоках, о том, как их движение, или их стратегия, когда вы входите в комнату, так и движение, в этом комнате, так как он делает эти бюферные input, и в таком режиме, он всегда уничтожит от ума. И мы видели много блоков, и много твердых комнат. Сейчас мы их вместе. И эта комната, для многих людей, что вы должны сделать, это идти и получить свет, которая позволит вас видеть комнату, за короткий период времени. В принципе, в этом подземелье можно найти подсвечивающий предмет. Но! Мы же спидранеры, и знаем все наизусть. Правильно! Все выучили. Да, они разрешены сейчас. Так что это, можно снимать пермит. Но, я люблю эту комнату, потому что у вас есть музыка, и просто прыгать туда, и все нормально. Да. И, в самом деле, я видел, что так много людей устанавливают, и думали, где я должен идти сюда. Мне всегда, как молодой ребенка, чтобы понять, что он должен прыгать туда, чтобы идти туда. И, опять же, этот дунжон построен, для игроков на вашей голове. И, как Багдаджер проходит, выглядит очень хорошо на здоровье, и здоровье очень важно за паузу. Да. Потому что у нас в руках посох, который, видимо, позволяет это обнаружить призраков. можем заметить, что в нижней части экрана там есть предметы. Самая крайняя левая это Йо-Йо, и вот, если заходим дополнительные предметы, то есть там посох у нас куплен. Так, так сказать, зеркало и, соответственно, отражаем прожектайлы противника. Очень хп-шное зомби мумий. Сложно с ними. Оп, зеркальцем отражаем, оп, изи. И это комната перед боссом. Он будет идти на димхаг. Это немного безопасно. Если вы идете за очень быстрые часы, то как по клеточке прыгаешь, в такт в музыку. Как-то так. Босса мы раскрываем при помощи палки. И когда он подходит к 3 здоровья, кажется, мы не будем так далеко. И в принципе оно немного похоже, потому что есть определенные кадры, в которых мы можем что-то сделать. Если вы нажимаете W, сколько кадров идет на то, чтобы сделать то-то. спидран достаточно потный. Но если найдется какой-нибудь скип, конечно же эти спидранеры скорее всего будут рады. по-моему там нашел скип. Старт тропики. По-моему только а ну вот есть Any% и данжены. по-моему все все. То-есть это уже Any% быстрее игру пока что не пройти. что-то новое будет найдено все будут рады. по-моему по-моему и смог победить в королевство таким образом перемещались и вот попали. И в этом королевстве разрешены только девушки. Обходим вокруг и такие о здравствуйте здравствуйте. женщина говорит ага вижу у тебя мой шар. Шар красивый. Мой это шар не можешь ты мне найти точнее не можете ты его мне отдать. Соответственно мы соглашаемся отдаем его а она говорит ну я тебе помогу попасть в это королевство так уж и быть. Вот. Соответственно мы попадаем в королевство девушек и становимся сами ну сами знаете кем. я королева слышала про драки на кладбище. ааа так ты еще и победила да ты супер женщина и как тебя зовут мы отвечаем что нас зовут Миш Мишель 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 меня говорит тебе к хермиту да? вот этот челик который должен похилить. Ну, окей, окей, окей. Ну, сначала поговорим с твоим начальником. У тебя, кстати, голос странный, мужской какой-то. И мы слегка кашляем. А, ну ты простыла, ну ничего, ничего, ничего. Поправляйся, поправляйся. Дают нам падающую звезду. И говорят, что вот тебе нужны шесть сердец, чтобы ей воспользоваться. Всё, увидимся, Мишель, пока. Дальше наш путь лежит к военачальнику. Нужно военачальнику найти. Но это будет примерно 15 секунд. Это обычно не подпрыгнуто во время прыжки, если, может быть, нужно для экстремной безопасности. Да, это безопасность для новых прыжков. Да. Итак, готовы? Мы говорим магические слова на 10, я думаю, на артинге. Абракадабра! О, вау, мэн! Это работает! Игра слышит нас, слышит наши слова. Оказывается, игра интерактивна. Кодзима не первый гений. Вау! 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 подземелья в этом в этой главе эта игра разделена на главу в этой главе последний в этой главе наша была задача починить корабль вот чтоб починить корабль нужно найти хиллера все я понял что-то я запутался короче ее которая у нас в руках называется падающая звезда что-то в этом роде вот и чтобы пользоваться этим ее на полной мощности нужно чтобы у нас было хотя бы 6 хп есть у нас меньше 6 хп то соответственно становится слабее пушка очень важно здесь не получать урон поэтому мы будем почти что каждого противника разваливать по возможности который будет хоть как-то хоть какую-то угрозу нести нам следующую игру можно посмотреть при помощи восклицательный знак r по-русски расписание выпадет можно писать расписание если ты говоришь р по-русски и именно это же дальше что-то еще один из этих 3 гоглансов вы можете сделать это perfectly и вы получите хорошие паттерны и мы идем в последний сектор в этом доме да 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 Эль Пориски. Похоже на Барбариски какие-то. Напоминают нам комментаторы, что наша цель не получить улучшение оружия, а просто помочь дочери вождя племени и вылечить его дочь. Вот мы прилетаем к Хиллеру. Вау, ты справился. Чалф, ты красавчик. А сейчас я сохраню ваши данные. Пожалуйста, не выключайте к концу. Моя гора очень далеко. Ты так издалека пришел за спеллом. Я невероятно удивлен. Ты фантастический. Вяжи и не благодари даже. И мы соответственно читаем свиток. И просыпайся. И девочка проснулась. Девочка проснулась. Вот, как бы... Зовут ее Банани. Она очень любит сладкое. Сразу ей предложила батя десерт. Он говорит... Все четко, парень. Починка уже заказана. Можешь отправляться на лодку. Много любви от Суэтии и кола. Ну, Хиллер хермит, потому что... Так, малый остров на горизонте. Вот мы плывем, плывем от острова. И видим малый остров на горизонте. Когда я закончил дунжон, когда ты выйдешь, там есть текст-бокс, которая пишет, «Вау, ты сделал это!» Это почти как, как игра удивительная, что ты реально смогла прогрессировать, потому что это так тяжело. Я чувствую, как... Я чувствую, что... Я чувствую, что... Я чувствую, что... каждое время, когда ты вышел из дунжона, мы слышали челлика, которого ты искал, «Вау, ты сделал это!» Поищи восточнее, пожалуйста. Вот. И мы соответственно верим челлику первому, которому мы поговорили, потому что мы знаем, с кем разговаривать. И плывем дальше. И что происходит? Нас поедает рыба! У-у-у! Вот этот сюжет! Вот этот поворот! Никогда такого не было, и вот... Опять. О, дарова, Майк! Бабу, я бабу, помнишь? Я нашел тебя. Ну, правда, я рассчитывал не так тебя найти, но как бы все равно встретились. Короче, хочу тебе рассказать про твоего дядя. Про твоего дядю, да? Его большой коробль с неба забрал, да? Да, я не ку-ку. Все окей. Большой дядя. С корабль, точнее. Забрал твоего дядю. Ну, улавливаешь, да, идею? Вот. Нам надо выбраться отсюда. Я тебе расскажу историю до конца. И вот, соответственно, мы путешествуем по чреву кита и должны выбраться из него. Говорит он, что, скорее всего, зажигалка нам поможет. А чтобы она нам помогла, ее нужно найти. Вот мы, соответственно, плаваем ищем зажигалку. Мы знаем, где она лежит просто. Хорошо. Давайте сделаем... 100$ от Микки Дад Рад. Да, 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 да. Не скажи смерть Мира произошло. До свидания. До свидания, давай быстрее и представь сверху, что только хороший забор это забороцкий доктор. Спасибо, Микки. Ты нашел зажигалку? Их, не знаю, правду. Да, давайте начнем сначала. Это почти анонимное донирование. Для 1 800$. О! В Вериан есть или что-то еще какие-нибудь сокровища? Либо тупики. Неприятные. В общем. Спасибо большое. Это очень круто. Это очень круто. Ну, а обратно мы можем вернуться вот так, как он просит. Так, разжигаем огонь. А, в глаза попал огонь, а? Точнее, дым. Разжигаем огонь, и огонь разжегся в очереди кита. Так сказать, и нас выплевало. Вместе с лодкой. Надеюсь, лодка не пострадает. И лодка. Нормально, лодка правильно упала. Как нужно, как заказывали. Выбрались, говорит, ух, выбрались, вот это путешествие. Вообще, я обещал, что брошу курить. Но, благо, нам это помогло, да, значит. В общем, инопланетяне похитили меня. Вот, возьми письмо, окунь ему в воду. Беги, спасай дядю. Берем, короче, письмо, опускаем его в воду. Мы этого не видим. Главное, письмо получили. Все окей. И вводим код. Ввели код в субмарину, и нас отправляют куда нужно. И направляют нас к капитану. Следующий остров. Следующий остров. Курение не спасает жизни. Просто так получилось, что зажигалка помогала человеку. Не сигарет. Зажигалка. Зажигалка. Так, приходим к капитану Крюку. Он у нас мастер живоловоловли. Хочешь знать основы всего мастерства? Хорошо. Вот смотри, вот тебе червяк. Для нас живы, естественно. Бери червя и иди лови рыбу. Все, красавчик, ты умеешь ловить рыбу. Молодцы. Естественно, рыба нам не нужна. Нам нужен червяк. Хотя я не знаю, что в этом смысле естественно. Но, в общем, червяка мы забираем. Нельзя было выкупать червяка откуда-то. Нам отдали червяка. Видимо, первоклассный червяк какой-то. Четкий. Зажигалки были созданы только для курения. Что ж, ну. Пусть ваша правда победит, так сказать. А мне все равно. А добро пожаловать в Белколу. Парень рядом говорит, и я хочу быть как даже капитан. Какой-то капитан говорит. С челиком разговариваем, говорит, что тут есть отец острова. Батя острова прям. И мы, соответственно, ищем батю ищем. Какую-то женщину старую встречаем. Я вот вторая старуха, мне 128 лет. Вторая старуха острова. Я не знаю, зачем эта информация реально нужна в игре. Но нужно с этими людьми поговорить. Говоря о том, что пройти по островам нельзя. Там лодка застряла. И вот мы доходим до главного. Майка, Майкуха, здорово. Мы ждали тебя. У нас тут письмо от тебе. С твоего острова. С секретным секретом, да? Ты уверен, что все хочешь сохранить, да? Это нужно сохранить вообще по-хорошему. Значит, слушай. Тут британский капитан воевал в 1680 году с пиратами. И заблокировал пролив. И он оставил секрет в пещере, чтобы убрать пробку. Ну, так сказать, убрать вот этот корабль. Но знает этот секрет попугай. Вот, соответственно, мы приходим к попугаю, говорим, «Здорово, попугай». Попугай говорит, «Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Давай, корми меня или ничего не знаю». Вот, соответственно, червяк нам пригодился. Даем червяка, и он говорит, «А, я знаю, куда идти, чел». Сейчас полетим. Вот такая вот веселая история. Соответственно, вы могли видеть в начале вторая старуха острова. То есть есть одна старуха острова, а есть вторая старуха острова. Вот это вторая старуха острова. Но это другого острова там старуха. Вот это старуха была этого острова, а там было того острова. В общем, ну ты понял. Вот, соответственно, мы узнаем о секретном пути. И проходим по нему. Эта игра никогда не была выпущена в Японии. Так что, в принципе, она была на английском изначально. Нет японской версии. Так что, поэтому мы играем на английском. Это очень радует, потому что было легко найти текст и перевести. Все. Вот, соответственно, мы находимся в пещере капитана. И нам, как бы, нужно пробку рассосать. И мы можем идти на пещер пять here. Да. Так что, этот дунчон здесь будет очень полезен, для того чтобы она была в ТринNIEм . Да. И, да, его last name is Джонс. Он емучилл. Он его близлежит к другому. Он身 в Противлевлении. И это наш имя, что ты видишь. ...темпол о Дюмном, сюда. Как ты видишь пищу прихирует. Да, поэтому мы будем эксплуатировать много этих движений, которые мы видели в таком случае. Так что, можете заметить, что есть некие странные движения. В принципе, мы справляемся. Это был очень твердый небольшой движений, для того, чтобы он не ударил с одной из петель, которые выходят из петель, без сигналов. Эти аэропорты выходят в пещере, когда ты прыгаешь на определенные петель. Правильно. И... Мы сделаем быстрее, что я называю «боллинг-боллы». Я думаю, что они называются «мегатоны» для того, чтобы играть. Но... Мы сделаем Багдоктору немного спокойно, чтобы через эту петель в один момент. Нужно уничтожить две мыши, но мы знаем, как это делается. Одной было достаточно. Ее даже не надо было уничтожить, нужно было просто кнопку нажать. Все, easy. Пропадает немножко шарик с экрана. Но главное знать, когда он будет. Наша задача нажать пару кнопок. Да. Если это было в комнате, то мы сделаем огромный клап. Если мы были в комнате, то мы были в комнате. Он все хорошо сделал. Можно похлопать даже. Очень идеально. Парапапа-па-па-па-па-па-па-па-па. Вот еще одно зеркало подняли, чтобы, видимо, что-то еще отражать. Просто так перепрыгнуть эти штуки нельзя. Нужно, чтобы они и передвигались. Поэтому мы их пинаем. И я знаю, что это не марафон, и это, конечно, очень большой марафон. Но доктор использует практически никакие стратегии. Он идет за это сейчас. На самом деле мы не используем никаких стратегий, которые бы облегчили нам наш спидран для показа его на марафоне. Так что учтите это. Человек действительно старается на максимум. Так что, в принципе, есть у него небольшой страх перед каждым движением. На самом деле, если умереть в этой секции, то можно получить гейм-овер. И на этом конец игры. Так что, как Ванни сказал, нет никаких стратегий, которые сейчас бы захоронили нам нашу жизнь. Мы будем делать все по высшему разряду. Так что, когда Багдоктор идёт в комнату перед третьей Мегатонной. Мы будем делать небольшой стратегий. Так что никаких стратегий не будет ударить ему, как он проходит. И он также поднимает его прыжку на блоке. И третьей Мегатонной. Нет. Последняя часть aspect. Опасный шар. Он ходит за нами прямо. Но мы от него избавляемся. Операциями. Я знаю, это был кр front с вами до начала, чтобы не было самым приемом. Вот так. Но мы справились с ними. Нажимаем кнопку, пробка заполняется водой, и наш корабль смоет. А, или он потопится просто. Получается, мы будем сейчас отдавать честь кораблю, да? И капитану Крюку, который... Что-то долго очень топится корабль, готовьте. Ага, во, все, пошли, пошли, пошли. Кейкона в чат, или как там это? Кей... Кей... Кейкомрад. Корабль затонул. Он затонул ради благих намерений. Чтобы нам... У нас была возможность проплыть и закончить эту игру. Кейкомрад. Или это не Кейкомрад, че это? Кейкалинка. Ооо. Воссоединение, эпизод шестой. В поисках доктора Джонса и его местоположения. Кейкомрад. Сложно перемещаться кому-то, по этой локации с небольшими островами. И мы поднимаем большое яблоко. И мы съедаем его. И ничего не чувствуем, Григорий. Большое яблоко, оно вкусное, но ничего не дает. Спасибо всем, кто задонатил на то, что мы съедим большое яблоко, которое ничего не дает. Искренне благодарны. Да, тут есть такой мир, в котором можно заблудиться миллион раз. Да, да, это не имеет никакого. Существа — это мистерия. Соседает пищу. Вот так. Это еще один хороший момент для донат, пока мы в первую очередь. Хорошо, давайте сделаем 5$ донат от Дерек. Капитан, мы застекли сигнал. Мы застекли сигнал. Я донатил еще 25$, если вы смогли сплакать перед Джеффом в 7, без тебя снижения. О, Джефф, я не знаю, если это возможно. Мы были о том, что мы говорим о Джеффе, поэтому... Я не знаю, что... О, нет, нет, нет. Да, серьезное время для этого Джеффа. Я не знаю, что Букдотер был в этом Джеффе, но я помню, что он делает это Джеффе. Не волнуйтесь. Он будет... Фреймперфект, Джеффе, 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 и мы're through. Найдет! Найдет! Слайды, слайды! Следующий слайд! Следующий слайд! ...промптирует вас, когда вы близко к Джеффе. Букдотер ходил на определенные моменты в Оверверлда, чтобы он не встречал навком-промптирует так много. Минер-детейл, я хочу показать для Оверверлда. Когда мы идем в chapter 6, вы можете заметить... Вы всегда начинаете каждый chapter с 3 сердца в этом игре. Это, наверное, для многих людей. Это означает, что вы всегда начинаете йо-йо. Так, но у меня повис стрим на стриме русско. А вот он что-то загружает иногда. И, конечно, я думаю, что в этом игре это позволяет вам сделать это довольно-таки в каждом доме. Букдотер, он будет делать манипуляции. Он будет выглядеть как он сделал, но он не сделал, он не сделал. Он будет делать это на purpose, и он будет... в основном, он заканчивается на стриме. И есть один из октатов на верхней стороне, который, в основном, может иногда не удалить. Таким образом, мы заканчиваем фрейм, и мы знаем, какой фрейм фрейм мы находим, чтобы мы всегда подключим этот фрейм. Как Букдотер очистит манипуляции, нет проблем. Один из тех, как мы разваливаем противников при помощи ее, и сейчас, можете мне не верить, но мы сражаемся с еще одним невероятно мощным противником. Огромная ракушка. С личинкой, скорее всего. красивый Тур-босс. Это Тур-босс. Прекрасно. И мы нашли его, чтобы мы сможем получить анклит, пока он умеет. Он называется анклит. Он позволяет двумя 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 вместо одного в комнате. Таким образом, вы захотите это, когда он умеет, потому что двумя двумя здесь. Теперь мы идем Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok